В районах Чувашии продолжают подводить итоги социально-экономического развития. В этот раз в центре внимания – Цивильский район. Цивильский район сохраняет лидирующие позиции по налоговым и неналоговым доходам. В муниципалитете за 2017 год собрано более 250 миллионов рублей по этой статье. Это лучший результат в республике среди сельских муниципалитетов. Консолидированный бюджет Цивильского района по доходам исполнен в сумме более 1 миллиарда рублей. Это в два раза больше, чем в 2016. Вступление собственных доходов в общем объеме доходов бюджета Цивильского района составляет 22,6%. А 7,7 и 4% – это средства, полученные из бюджета республики. В прошлом году из бюджета республики вашему району выделено 917 миллионов рублей. Что в 2,6 раза больше, чем было выделено в 2016 году. Естественно, это из-за того, что были выделены средства на строительство СОЖ Южный в городе Цивильский. Школа на тысячу мест построена, откроется в сентябре. И все школьники смогут обучаться в первую смену. Развивается в Цивильском районе малый и крупный бизнес. Муниципалитет известен своими производителями межкомнатных дверей. Их продукция успешно продается в России и за ее пределами. В районе реализовано 27 коммерческих инвестиционных проектов. Это позволило создать 200 новых рабочих мест. Повышение уровня жизни населения способствует рост заработной платы. Средняя заработная плата по району составила 21 378 рублей, или 108%. Но так называемый квартирный вопрос серьезно подпортил статистику. В районе значительно снизились объемы ввода жилья. Построили только 65% от запланированного. И за капитальный ремонт платят не все. Чуть больше половины жителей многоквартирных домов. Актуальной темой для жителей Цивильского района остается ввод новых очистных сооружений. Глава Чувашии сообщил, что к решению проблемы подключится правительство республики. Механизм соучастия Михаил Игнатьев обсудил на рабочей встрече с руководством района. Говорили и о перспективах развития муниципалитета. В этом году запланировано реализовать 10 проектов по инициативному бюджетированию.